да и все время вопросы все эти вопросы вот вокруг этой публикации а это так я говорю компьютер забрали посмотрите проверьте я дома даже интернет не был подключен много ты тогда игорь с работы послал когда я уже отказался от этого сводить через какое-то время они заявляют так что ты знаешь кто это сделал ты должен это знать кто из ваших сотрудников это сделал и кто у вас работает с вами это и кто из них это сделал назови колонки в общем то вот все это крутилось вокруг этого но они не угрожали там потом угрожали что они горят не для тебя спрятать везем в осетию они будут с тобой как ну вот здесь так это они тебе быстро там оболнают не тебя веслан отвезем потом в чечню отвезем отдадим вообще там в принципе дошло вот до того что они выиграть тебя здесь называется опустим притащили какой-то треночник камеру все это ведь мы сейчас заснимем как мы тебя будем опускать и игорь это покажем потом твоим дочкам полки по пусть они смотрят одиннадцати вот это так все прекратилось я уже в принципе стоять не мог я ну оказывается меня нога была сломана я не знал вот это надо они меня оставили руки у меня были связаны так сзади скотчем не связали пакет они мне не снимали душили они меня пакетом там тоже так вот не до потери сознания вот так чтобы когда я начинал задыхаться уже пускали потом опять душили такие вот здесь все это вот продолжалось вот мне там показалось что это не так долго было доказаться 4 продолжался потом уже так технологически восстановила потом пришел уже какой-то другой говорит вот для почты обидеть не будем воды принес это у меня так понял что что-то там изменилось какие-то обстоятельства возникли что они вот так вот изменились отношения один из них был какой-то то ли он следователь то ли опер но с папочкой те которые били то так меня нет нет так папочки по голове сначала потом когда вопрос задавала потом отходил и те уже было четыре человека но они выходили заходили как-то вот так это я так толком не мог это все просили потому что все это время я был с пакетом потом уже как вот после всего этого там водички принесли это потом пришли и говорят подпиши документ или что ты не имеешь я так понял что они видимо хотят меня допустить рада не такие документы требуют подписать я знал также что если я допустим сейчас я откажусь это сделать то они начнут какую-то там так как называется операцию прикрытие чтобы как вот это все замаскировать куда-нибудь вырезать меня еще что-нибудь начнут там это и я решил подписать я подписал что я претензий не имею щебе что компьютеры телефоны тебе вернули сейчас как-то выедем и тебе отдадим хорошо она писала напиши я что ты никаких этих сведений вот этого на и сайт игрушек я не послал написал действительно не послал но при этом правда не не один раз так уважали что если ты обратишься в прокуратуру еще куда тебя убьем твою семью тебя убьем тебя убьем тебя убьем тоже имею ввиду если все это расскажешь есть это практически прокуратуру и тогда тебе никто не поможет вот мы плевать мы хотели на правозащитные организации плачем на это и вообще вот там были такие разговоры еще по ходу всего этого что то вам деньги дает чем вы занимаетесь вымол против россии и так далее и так далее нет со связанными руками с пакетом на голове вывели посадили в легковую машину в этом же гараже на заднее сиденье с двоевыми звук по бокам сели тот там за руль и мы выехали сразу заметно было с гаража вверх как выехали сразу солнце как-то входит пакет чувствуется и они даже меня прятали от своих же сотрудников которые стоят на проходной почему потому что когда мы подъехали проходной я чувствую подъехали потормозили там что-то то ли шлагбаум там то ли ворота ну меня в этот момент они прямо вот между этими сиденьями вот так вот предъявили что никто не видел и вот так держали минут пять через пять минут они меня пусть так уже можете лезть мы ехали буквально пять минут и потом высадили вот твой компьютер вот здесь стоит две минуты не снимай пакет и я говорю руки-то развяжите руки развязали в принципе у меня аккуратно так я идти не мог нога была сломана нога сломана у меня и в таком состоянии это не знал что она сломана у меня обе ноги в общем-то обе ноги они были такие и сесть я не мог встать не мог вот как-то на прямых ногах только в таком положении они меня я говорю когда они меня вырвали я говорю посадите меня они меня раз посадили сняли эти скотч и я слышу машина отъехала отъехала машина я снял пакет ну сижу я там среди бурьяна в общем метров десяти от меня такая проселочная дорога гравийная а потом я встал уже когда кое-как смотрю метров сорока трассы асфальт и вижу магаз вот прямо вот прямо под носом вот видно президентский дворец столица в Гушетии да вот буквально вот прям и компьютер мой стоит на компьютере телефоны лежат взял я телефон он включил в старте сим-карту симки нету ну я в карман засунул телефон у меня одна рука вот эта правая работала алё у меня вообще двор не рабочая этот взял этот компьютер думаю даже если я сейчас дозвонюсь ну что я скажу во втором телефоне оказывается симки лежали скажу что я здесь рядом с магазин мне это искать там да еще наверное будет где я нахожусь я так и не понял вот с какой стороны магазин а где это трасса вот эта и я взял этот системник подмышку вот право рукой кое-как дошел до трассы поставил этот системный блок сел на него и сижу голосую ну все так на меня смотрят как на поведение и никто не останавливается